Я сегодняшнее послание назвал таким образом. Миссия выполнена. Аминь. Очень важное послание. Я верю, как нам всем нужно понимать, что Божье задание, которое Он дал Своему Сыну, было выполнено в точности. Иисус говорил однажды своим ученикам, я пришел не нарушить закон, а исполнить его. То есть все, что было написано об Иисусе, Он совершил при земной жизни. И вознеся с на небеса, оставил своим ученикам миссию. Он оставил нам с вами послание, которое нам нужно продолжать выполнять до своего восхищения на небеса. Аминь. То есть то, что Господь Иисус совершил, мы всегда пытаемся к себе примерить. Я как Господь Иисус, то-то и то-то хочу делать. Я как Господь Иисус, хочу быть таким же, как Он любит людей, прощать и прочие вещи. Я как Господь Иисус, то-то и то-то хочу для Бога сделать. Знаете, это все хорошо, но Господь Иисус дал нам определенные вещи, на которые люди другие могли бы тоже равняться. И могли бы сказать, о, я хотел бы, как этот верующий человек, совершать дела Божьи. Аминь. Я хотел бы, как этот верующий человек, как эта церковь, хочу служить Богу и людям. Аминь. Но земная жизнь для мира сего очень важна в плане образа, в плане примера, на кого можно равняться. Сегодня люди пытаются найти себе кумиров, найти себе образ для почитания, для подражания, для уважения. И я вам скажу, на самом деле сегодня очень мало на земле подобных людей, на которых можно было бы и хотелось бы равняться. Но церковь – это как раз тот организм, как тело Христа, который Бог призвал быть солью и светом, солью на этой земле и светом этому миру. И Иисус говорит, что «видевший вас, должны видеть меня». Христос воскрес не только где-то там на Голгофе или после Голгофы, не только в Израиле, Он воскрес и в наших сердцах, воскресив и наши души и наши тела для жизни вечной. Аминь. И наша миссия должна быть выполнена. Аминь. Скажи, моя миссия должна быть выполнена? Аминь. Должна быть выполнена. И кто заставил Христа пойти на смерть, на крест? Никто не заставлял. Он говорит, никто не забирает у меня жизнь мою, я сам отдаю ее. Он понимал свою цель, свое назначение, свою миссию. Он понимал важность послушания Богу Отцу. Он понимал, что за Ним пойдут поколения к небесам. Он понимал, что за Его послушанием стоит огромное количество людей, которые не пойдут в ад. Мы в том числе. Аминь. Знаете, ради нашего спасения Иисус претерпел мучительную смерть. Пошел на крест. Позволил себя истязать. Позволил на себя плевать. Позволил себя бить по голове тростью. Позволил над собой издеваться и шутить. То есть, все это Он позволил. Потому что Он говорит, неужели вы думаете, что Я не могу молить Отца, и Он не пошлет 12 легионов ангелов, чтобы спасти Меня? Конечно же, Он мог это сделать, но Он этого не сделал. По одной причине Он знал свою миссию. И Он знал цель своей миссии. Он знал, что будет после выполнения Его миссии. Аминь. Нам нужно тоже понимать, что мы можем свернуть с пути христианства в любой момент. Мы можем уйти от трудностей, избежать из гейсманского сада, в кавычках. Из нашего гейсманского сада, из-за трудностей, из-за испытаний, из-за болезненных переживаний, из-за страданий души, из-за предательства людей, из-за каких-то еще факторов нашей земной жизни. Но знаете что? От этого не должна пострадать наша миссия. Мы можем сбежать, но будет ли это угодно Богу? Я вам скажу, Иисус сказал в гейсманском саду, не моя воля, но Твоя. Да будет, Господи. Это важно осознавать, что его доверие Богу настолько было сильным, даже зная, что ему должно пройти в ближайшие несколько дней. Зная на уровне ума, он еще не переживал физически эту боль, он уже понимал, насколько это ужасно будет. Он читал пророка Иса, он знал наизусть эти пророчества о себе самом. Он знал, что его изуродует его тело. Он знал, что он будет избит и изранен настолько сильно, что на него страшно будет смотреть. Его тело будет опухшим, из его тела будет течь кровь, из тысяч ран, которые будут нанесены на его тело. Он это знал на уровне ума, на уровне чисто человеческого восприятия, но не мог даже на миллионную долю ощутить этой боли, которую он потом пройдет. И уже даже на уровне физического или же морального восприятия своего будущего переживания, он просил, Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Сын Божий, знающий свою миссию, предсказывающий свои переживания, страдания и смерть и воскресенье, он говорил, Господи, если возможно, пусть минует меня чаша сия. Но отец молчал. Отец не мог изменить свои планы, не хотел. Потому что он знал, что его сын был дитем примирения. Он знал, что его сын придет в этот мир, чтобы пролить свою кровь, отдать свою жизнь полностью. Его кровь должна была вся вытечь из его тела. Это случилось. Из одной раны может умереть человек, если он страдает гемофилией, если у него не сворачивается кровь. Но у Иисуса все в порядке было со здоровьем. Когда его били, из его ран начинала течь кровь. Одна рана, вторая рана, десяток ран, сотня ран и так далее. Его тело было полностью от головы до ног. Избито, изранено, изуродовано, чтобы кровь текла ручьем. Чтобы не было ни одной капли крови, которая бы осталась из его крови. Знаете, что по Писанию написано, что евреи могли кушать только полностью обескровленные животные. Только полностью обескровленные. Это называлось кошерным животным. До сих пор в Израиле есть кошерная пища. Люди, ортодоксы, евреи, иудеи, они не кушают не до конца обескровленные животные. А в частности, чистое животное, как ягненок, как телец. Эти животные должны были быть полностью обескровлены. И была специальная процедура. И сегодня есть специальная процедура. Как это сделать, чтобы животное было полностью обескровлено? Нам кажется, что это невозможно. Даже некоторые биологи говорят, ну, это как-то вот сомнительно, чтобы вся кровь вышла из тела. И знаете, для того, чтобы из человеческого тела вышла вся кровь, надо, чтобы настолько было много ран, чтобы не было ни одного шанса у крови задержаться в теле. И это случилось с нашим Господом. Его тело было избито до неузнаваемости, изранено. Из его тела текла кровь. Даже на голову не случайно одели венок из терн, из тернового куста. Потому что колючки вонзили из своего голову. И мало того, воинам показалось мало просто одеть на голову венок. Надо еще и палкой вколотить этот венок в голову. И это тоже было не просто случайность, чье-то желание поиздеваться. Это было Божьим провидением, чтобы все тело Иисуса взяло на себя все грехи этого мира, все беззакония, все немощи и болезни. И чтобы ранами его мы могли получить свое исцеление. Какая бы ни была болезнь, от макушки головы до пят ног, за это была принесена жертва. Была принесена рана на тело Иисуса. Поэтому мы сегодня молимся, Господи, исцели меня и верим, что исцеление придет. Потому что на теле Иисуса есть та рана, которая отвечает за определенный вид болезни. За определенную болезнь. Кровь вытекла, жертва заплачена, или же цена заплачена. Кровь является искупительной жертвой за грех человеческий. И поэтому мы с вами, смотря на эту картину, ужасаемся, но должны понимать, что Бог не мог так оставить, просто избить своего сына, позволить избить своего сына, изранить, повесить на кресте, распять его, убить его, поиздеваться, и чтобы потом ничего не случилось. Нет. Все шло к триумфу, к победе над смертью. Все шло к тому, что когда Иисус воскрес, на его теле не осталось больше этих ран. На его теле осталось только раны на руках и ногах и в ребрах. Для того, чтобы засвидетельствовать, как минимум одному человеку из его учеников, потому что после своего воскресения он пришел в комнату, где прятались его ученики. Они в страхе от гонений собрались вместе, не знали, что делать. Такое временное правительство в духовном мире. Собрались, чтобы решать, а что же дальше? Пойдем рыбу ловить, пойдем поля обрабатывать, пойдем, чем будем заниматься? Нас вот гонят, нас не принимает общество, Израиль хочет нас уничтожить, мы сектанты в глазах, что делать? И вдруг Иисус заходит, и они все в шоке. Кто-то пришел, пал к ногам его, кто-то говорит, о Господи, слава тебе. А один сидит, говорит, пока не вложу перста в руки его, в раны его, не поверю. И вдруг Иисус заходит, говорит, Фома, иди сюда. Оказывается, Иисус слышал, как Фома это говорил. Иди сюда, посмотри, вот раны мои, вложи пальцы твои в раны мои. Вот ребра мои, вложи персты твои. И он пал к ногам его и сказал, Господь мой и Бог мой. И потом Иисус сказал, блаженны, верящие в невидимое. В этом-то и есть наша с вами сила веры, когда мы, не видя, верим. Потому что, когда мы что-то уже видим, то нечего и туда и верить. Вера нужна, когда чего-то не видно. Вера всегда идет первой, а потом приходят видимые результаты в этой вере. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. И вот сегодняшнее послание я хочу прочесть из Псалом 21. В нашем синодальном переводе. Псалом 21. Со 2 по 3 стихи и с 8 по 19. 21 Псалом. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеке от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью и нет мне успокоения. Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На Тебя оставлены от утробы. От чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов ступили меня. Тучные воссанские окружили меня. Расклили на меня пасть свою, как лев, алчущий, добычий, рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск. Растаяло посреди внутренности мои. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой припнут на гортани моей. И Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня. Скопище злых обступило. Меня пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои. А они смотрят на меня и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой. И об одежде моей бросают жребий. Давид написал этот псалом, как будто бы про себя. Но будучи пророком, он написал события, которые уже потом стали, спустя много лет, явью. Которые стали реальностью в жизни Сына Божьего, в жизни Иисуса из Назарета, в жизни Мессии, который пришел спасти людей от грехов их. И вот мы читаем эти слова и думаешь, как это могло быть в жизни Давида? Как он мог это все написать, чтобы потом это все стало реальностью? Да потому что в духовном мире эта информация шла из века в век. До самого момента исполнения. Пророческое слово несет в себе силу исполнения. Пророческое слово говорится для того, чтобы люди могли ожидать чего-то. Чтобы когда это произойдет, узнать этот знак и сказать, это то, что Бог говорил много лет назад. Чтобы потом признать себя ответственным за исполнение, за участие, за принятие этого события. Для того, чтобы стать соучастником в Божьих планах. Потому что все это было создано и совершено Богом для нас с вами. Он думал не о себе, Иисус думал о нас. Бог Отец думал не о Своем Сыне в тот момент, Он думал о нас с вами. Аминь. И вот мы читаем эти события, и потом, когда уже в Евангелиях мы читаем, происходит точности, как написано в этом псалме. Понимаешь, что Иисус тоже читал этот псалом Давида. Он читал его и знал его наизусть. Он есть Слово Божье. Он был носителем послания любви Отца. И он был полон благодати и истины. Он был полон Слова Божьего. И он мог цитировать все Писание. Потому что он говорил, что все Писание говорит обо мне. И он знал точно, как это произойдет. И представьте, когда начало все происходить, он говорит, это изменить невозможно. Это совершится. Это произойдет. Он видел, как воины делят ризы его между собой. Он вспоминает Псалом 21, слова Давида. Он помнит все эти переживания из Псалма и понимает, что сейчас происходит с ним абсолютно точно. Но был ли Иисус, как сказать, катализатором или же провоцировал ли Он эти события? Нет. Все события в его жизни разворачивались именно к тому, чтобы это все совершилось. Ему нужно было лишь одно, сказать Богу, я иду исполнить волю Твою Божию. Ему нужно было лишь одно, согласиться с этой участью, с этой миссией, с этой историей своей жизни. Знаете, люди иногда ходят к гадалкам, чтобы узнать, что их ждет впереди. А потом всю жизнь страдают. Ждут этих страшных событий. Люди почему-то хотят знать свое будущее, но не хотят исполнить то, что там будет в том будущем. Не хотят пройти этот путь. Боятся этого. Потому что, как правило, Сатана ничего хорошего не предсказывает. Он рассказывает последнюю, финальную историю, это ты умрешь. Такой-то день, от такого-то события ты умрешь. И люди живут в страхе от этих переживаний. Но у Иисуса была другая история. Иисусу предсказывала не гадалка из деревни, не какая-то колдунья, не какая-то еще провокаторша или провокатор. Он услышал от Отца. Ты пойдешь на землю, возьмешь на себя грех всего мира. Наказание мира этого будет на тебе. Ты умрешь, будешь распят, на тебя будут смотреть, издеваться, над тобой будут снущаться, и ты будешь похоронен. Но в третий день ты воскреснешь. У Бога всегда другая история. Его финал всегда хороший. Наше будущее во Христе будет хорошим. Можешь дать Богу славу за свое будущее. Аминь. Наше будущее определено не дьяволом, а Богом. И нас не запугаешь смертью. Смерть – это не конец, это лишь начало. Потому что после физической смерти начинается вечность, которую нельзя изменить. Пока живы, мы можем что-то поменять. Пока мы живы, можем кого-то простить, с кем-то примириться, кого-то полюбить, что-то изменить в своих обстоятельствах, что-то поменять в своей жизни полностью. Это все время, которое Бог нам дал как дар. И нам нужно им правильно пользоваться. Не нужно так остановиться, сказать, все, все кончилось, ничего хорошего в жизни нет, опустить руки и уже ждать своего конца, который неизвестно, когда придет. Но знаете что? Бог говорит, начинай все сначала. И у тебя все получится. Восстанавливай отношения, восстанавливай себя в служении, восстанавливай свою жизнь к тому уровню, где ты был счастлив, где ты был успешен, где ты действительно что-то мог достичь и продолжай жить. Жизнь продолжается. Скажешь со мной, жизнь продолжается. И даже если мы где-то отступились и упали, это не конец. Жизнь продолжается. Нужно подниматься. По Писанию написано, что праведник 7 раз упадет и поднимется. И мы акцент делаем не на слово упадет, как разрешение, а на слово поднимется. Аминь. Как результат. Божье послание в нашу жизнь это прогресс, это перспектива, это хорошие возможности в будущем. Но к этому нам нужно прийти, однажды осознав свою миссию. И Давид однажды писал, Господи, покажи для меня дни назначенные тобой. Я хочу их знать. Но знаете что? Бог говорит, ну я доверяю тебе. Впрочем, я буду жить по вере. Потому что нам хочется иногда все-таки сценарий почитать заранее. А Бог говорит, в этом не будет веры. Я хочу, чтобы ты знал одно. Я посылаю тебя. Как он однажды послал Авраама с одной миссией. Иди. Вот одна миссия была у Авраама. Иди, не останавливайся. Продолжай идти. Одно из посланий, которое я проповедовал в свое время, называлось именно так. Продолжай идти. Очень сильное послание. Авраам продоптал за сто лет территорию будущего, или нынешнего Израиля. Сегодня люди живут на той территории, где Авраам не стал хозяином той земли. Но он это оставил как наследие своим потомкам. И он сказал лишь одно ему. Продолжай идти. Твоя миссия идти. И он шел. Наша миссия тоже идти. Но у нас есть еще одна важная деталь в этом послании. Идти и проповедовать Евангелие. На всякий случай. Пока идешь, кому-то расскажи, что Иисус любит его. Пока идешь, кому-то скажи, Христос воскрес. Пока идешь, за кого-то помолись. Пока идешь, кого-то исцели от драка. Пока идешь, кому-то дай надежду, будущность. Обними и скажи, Бог любит тебя. Аминь. Сегодня так мало не хватает, или так не хватает добра в этом мире. Но церковь должна нести эту миссию. Миссию добра. Миссию любви. Миссию прощения. Миссию сострадания. Миссию милосердия. Накормить голодного. Одеть раздеть. Это миссия Церкви Божьей. Аминь. Иисус сегодня счастлив, видя своих детей, которые продолжают идти с этой миссией. Потому что Его миссия завершилась на земле. Но наша миссия только началась с тем, как Он воскрес и пошел на небо. Миссия учеников началась с момента, когда Дух Святой сошел на Церковь Божью в день Пятидесятницы. Они получили силу исполнять эту миссию. И мы имеем сегодня эту же силу. Дух Святой сегодня на нас и в нас. Мы несем на себе это послание. Послание любви. Павел пишет, «Вы письмо Христово, читаемое всеми». Незапечатанное и под печать, поставленное, закрытое в сундуке, письмо. Никому не дам почитать. Бог любит меня. Я люблю Бога. Никому не дам об этом прочитать. Он вас тоже любит, но об этом не скажу. Он вас хочет исцелить, но об этом не покажу. Знаете, мы открытое письмо. Нам нужно стать этим открытым посланием любви этому миру. Аминь. И знаете, порой эгоизм говорит, «Да зачем это надо?» Люди и так по-своему там что-то верят, кому-то верят, во что-то верят. Знаете, вопрос не в том, что люди знают, а в том, что мы пережили свою жизнь. А в том, что мы имеем как знание, как любовь, как откровение, как жизнь. Это то, что нам Бог уже дал, и мы это имеем. И теперь мы продолжаем идти с этой силой, которой Бог исполнил нас, для того, чтобы мир познал, что Иисус воскрес. Как узнать, что Он воскрес, если после обычного рассказа об Иисусе, о Его миссии, о Его воскресении, ничего не происходит? Нет. Когда ученики пошли с этой вестью, что Он воскрес, Бог их руками совершал великие чудеса. У них была одна проповедь – Христос воскрес. И на третий день Христос воскрес, и на сотый день Христос воскрес, и целый год Христос воскрес. И уже кто-то мог сказать, что мы уже достали нас со своим Христос воскрес. Но это было единственное послание, которое им нужно было донести людям. Потому что с воскресением Христа приходила жизнь. Приходила надежда. Приходила уверенность в том, что жизнь продолжается. Если бы Христос не воскрес, то вера была бы тщетной. Но Он воскрес. Аминь. Аллилуйя. Иоанна, 19 глава, 24 стих, потом 28-30. Иоанна, 19 глава. «Итак сказали друг другу, не станем раздирать его, его одежду, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины». Мы вернулись с той истории. Знаете, удивительно, что у кого-то возникло желание. Не просто по кучкам разложили одежду Иисуса, и воины разобрали себе, кому что-то осталось. А говорит, давайте не будем рвать на части этот Балахон или Хитон. «Бросим жребий о нем». Вот такая идея возникла у кого-то. Они не читали, римские воины не читали Псалом 21 Давида. Они не знали, что это там написано. Они поступили под вдохновение, по какому-то желанию человеческому. Кто-то сказал, давайте бросим жребий. И они бросали жребий. А Иисус на это все смотрел с креста и понимал, все точно, все происходит по Писанию, все хорошо. Если все происходит по Писанию, значит и финал будет хороший. Аллалюйя! Если мы видим в своей жизни исполнение Божьего Слова и раз, и два, и три, и сто раз, то знай, финал будет таким же, как написано о нас в Библии. Дай Богу за это славу. Аллалюйя! Финал будет такой же, как Бог обещал своим детям. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, да сбудется Писание, да сбудется Писание. Аллалюйя! Говорит, жажду, тут стоял сосуд полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на исо, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. И, преклонив главу, предал дух. Все точно по Писанию. Ведь когда Он сказал жажду, они могли сдать Ему воды. Но в Писании написано, вместо воды дали мне желчь пить, уксус. То есть, это было прописано. И опять почему-то у воинов было желание именно уксусом напоить губку. Смешанность с желчью. Какое-то желание продлить его мучение побудило этого человека так сделать, потому что желчь обладает обезболивающим эффектом. Уксус снимает жар, чтобы человек дольше мучился. Для этого был стоял сосуд с желчью и уксусом. Не просто так. Это не питье на самом деле. Это лекарство, обезболивающее и снимающее жар. Как парацетамол сегодня, если хотите. Но Он ответил это по причине того, что так написано в Писании. Он не собирался мучительно долго умирать. Он знал точно, что после этих слов свершилось, произойдет финальная сцена. Он испустит дух. И умрет. И знаете, в это слово «свершилось» заложено большое глубокое послание. Мы иногда поем эту песню. «Свершилось». Я исцелен. «Свершилось». Можем еще спеть ее? Кто-нибудь? Прославленцы. Я хочу, чтобы мы услышали эти слова. Потому что в этом послании, ну, всем, может, не надо выходить, но хотя бы музыканты и кто-то из певцов. Женя где, я не знаю. В любом случае, там есть эти слова, которые говорят о том, что же произошло, что случилось в момент этого провозглашения. Он громко воскликнул. «Свершилось». Это слово «тетелистаи», греческое слово, несет в себе много смысла. Знаете, в нашем языке это очень как бы размыто и не очень понятно. Потому что греческие и другие языки, они несут больше, более широкий спектр смысла. И вот это слово «тетелистаи» несло в себе больше такую глубокую семантику и много значений. Но мы возьмем с вами лишь три значения этого слова, которое вы увидите, насколько это важно для нас с вами. Три значения слова «тетелистаи», которое было заложено в это слово «свершилось». Первое из значений это «задание выполнено». Это слово использовали для того, чтобы сказал слуга, которого посылали на определенную миссию что-то совершить, он должен был прийти к своему хозяину со словом «тетелистаи». Сделал в точности, что вы мне повелели сделать. Это первое значение, которое Иисус как раб, потому что Писание говорит «вот раб мой, которого я возлюбил и посылаю в этот мир». То есть он был послан как работник в этот мир, как слуга, совершить послание Бога Отца на землю, совершить миссию. Миссия выполнима. Миссия должна быть выполнена. И она должна быть выполнена в точности, не просто как мне захочется. Аминь. Многие боятся… Выходите, прославленцы. Я еще не закончил со словом «совершилось», так что мы ее споем. И миссия должна быть в точности выполнена. Кому обычно доверяет самое важное дело? Как вы думаете? На меня смотрим. Девочки, стану без вас. Кому доверяют хозяин самую важную миссию? Как вы думаете? Верному рабу или неверному? Послушному или непослушному? Со своим царем в голове или все-таки с правильным царем? Так вот, Отец Небесный, когда спрашивал, кого нам послать в этот мир, Сын Божий сказал, вот я, пошли меня. И опять-таки это было с земным повторением. Пророк Исаия увидел трон, престол Божий и услышал, кого нам послать? И потом, когда никого не нашлось, кроме него, он сказал, вот я, пошли меня. Аминь. Он не понимал в тот момент, что это было согласие неба с землей. Что в этот момент Иисус дает согласие Отцу, вот я, пошли меня. И поэтому мы читаем уже в Новом Завете, в книге «Посланник евреям», где написано, тело уготовал мне, вот еду исполнить волю Твою, Божья. Когда мы говорим в молитве, да будет воля Твоя, это не означает, что да будет воля Твоя, но с моей коррекцией, с моим отношением, с моим пониманием, с моими желаниями. Боже, учитывай мои желания в том, чтобы Твоя воля совершилась в моей жизни, пожалуйста, учти все мои пожелания. Такого нет. Когда мы говорим, да будет воля Твоя, мы позволяем Богу сделать то, что Он действительно желает. Его воля не моя, но Его да будет. Как бы нам не хотелось, чтобы наша жизнь была без напряжения, без страдания, без каких-то переживаний человеческих. Знаете, если в воле Божьей есть этот путь для нас, нам нужно его в точности пройти. Потому что только Он знает, чем все закончится. Только Он знает, для чего все это нужно. Мы не знаем всего. Предательство. Зачем это нужно? Бог знает. Ведь Иосиф был предан своими братьями. Зачем? Чтобы однажды стать премьер-министром Египта и накормить всех голодных в той земле. То есть Он знает, зачем все это нужно. Мы не знаем. Поэтому Иисус был единственным, кто мог в точности исполнить волю Небесного Отца. В точности. Поэтому Тетя Листаи, это было на кресте. Отец, я сделал в точности все, что Ты повелел мне сделать. Для чего Ты меня посылал на эту землю? Ничего не осталось невыполненным. Тетя Листаи свершилась. Это слово прозвучало в духовном мире, и не все могли понять это. Отец слышал и сказал, я вижу, сын мой, Ты в точности исполнил все, для чего был постан. Если о Давиде Бог говорил, вот человек, муж по сердцу Божьему, потому что он исполнит все хотения мои. Но знаете, в жизни Давида не всегда были моменты послушания Богу. У него были и падения. Да, но несмотря на все падения, несмотря на свои где-то моменты непослушания, он возвращался в исполнении миссии своей. И Бог не обманывал ни себя, ни людей. Он же знал точно, что Давид исполнен все, что Бог желает. Но с определенными амплитудами колебаний в своей жизни. Иисус, как сын Давидов, как отпрыск из колена израильского, Он пришел, чтобы исполнить в точности. Иисус не позволил обстоятельствам повлиять на Него. Иисус не позволил людям повлиять на Него. Иисус не позволил своим чувствам повлиять на Него. Своим желанием повлиять на исполнение миссии Божьей. Вы меня слышали? Это откровение. Давиду тяжело было это сделать. Он был человек. Он был подвержен многим искушениям. Он был подвержен многим испытаниям своей плоти, души и чувств. Но иногда срывался. Иисус от начала, мы прочитали, от утробы был призван. От утробы был посвящен. От утробы матери Он уже был мессией. Он не стал им, когда был крещен в Святом Духе. Он был рожден мессией. Аминь. И поэтому его решение было лишь одно. Я иду исполнить волю Твою Божию. С момента осознанного принятия решений Он уже шел исполнять свою миссию. Знаете, это очень важная мысль. Чтобы все-таки не колебаться то вправо, то влево, должен наступить момент, когда мы должны сказать Богу, Отец, я призван, я записан в Твоем сценарии. Твои планы обо мне во благо, а не во зло. Мне во благо, людям во благо. Я иду исполнить волю Твою, Божию. Аминь. И второе слово тетелистаи свершилось означает искупленный. Это слово произносил первосвященник, когда заходил во святое святых с кровью ягненка, чистого, непорочного, однолетнего, по Писанию, Бог заповедовал, чтобы очистить народ Израиля от греха, нужно брать кровь неповинного ягненка. И, окропляя жертвенник, он говорил, тетелистаи. В этот момент, он говорит, цена искупления заплачена. Люди прощены, народ избавлен от греха. Но знаете что? Иисус, придя в этот мир, пришел не просто как человек, как мессия, в платье чудотворец, как избавитель от болезней, он пришел как агнец Божий. Иоанн, креститель, смотря на него в Иордане, говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех этого мира. Иисус пришел и как первосвященник, и как ягненок в одном лице. И мы читаем в Писании, что Он окропил нас, осветил нас приношением своей крови. Не чужой, ни ягненков, ни ягнят, ни телят, ни кого-то из животных. Свою собственную кровь Он принес, чтобы окропить всех, находящихся в этом мире. И одним приношением навсегда, сделав совершенными искупляемых. Он пришел к нам со своей кровью. И Он сказал, дети листаи, из Его тела текла кровь, вся кровь. В момент, когда Он выдыхал, последний вздох, Его сердце разорвалось. Последняя кровь, находящаяся в желудочках сердца, вытекла. Этому свидетель был воин, проколовший ребра Иисус. Написано, вода с кровью вышла из этой раны. И это свидетельствовало о полной смерти висящего на кресте. Кровь в плевральной полости просто так не может быть. Поэтому Иисус полностью отдал свою жизнь, свою кровь, пролил за все человечество, за нас с вами. И это слово дети листаи свершилось, означало кроплением очистил весь свой народ. Еще когда Аргел Гавриил пришел к Марии, он сказал, он спасет людей своих от грехов их. Это была его миссия. Это была его миссия. Он должен был пролить свою кровь. Он должен был отдать свою жизнь, чтобы люди получили прощение грехов своих, что мы получаем сегодня. Аминь. И последний смысл слово дети листаи свершилось. Это цена заплачена сполна. Это когда кто-то кому-то был должен и за медаль ждал возвращения денег, средств, которые ему одолжили. Человек, приходящий к нему с полной суммой, он отдавал с процентами, там со всеми, дети листаи. Полностью заплачена цена. Долгов нет. Даже ставили печаль со словом дети листаи. Долгов нет. Как приятно, когда приходишь в банк и тебе дают справку, на которой стоят дети листаи. А еще до сих пор есть такие люди у нас в церкви. Друзья, дай Бог нам всем жить без долгов. Чтобы никому не прислали смс-очки с напоминанием, вы нам должны. Чтобы никому не звонили с угрозами. Пусть придет тот день, когда ты получишь эту печать. Ты никому не должен. И вот Иисус, когда сказал эти листаи, он заплатил полную цену. Дьяволу уже ничего не должен. Никто из людей не сможет заплатить больше этой цены. Мы с вами искуплены дорогой ценой, говорит Писание, во всей полноте. Аминь. И это дар Божий. Бог выкупил нас из тьмы и привел нас в свой свет. Он искупил нас у дьявола, чтобы дать свободу, вывысить нас свободу. Мне нравится история, сейчас завершу эту историю и споем эту песню замечательную и продолжится наше служение. Когда дьявол привел в рабство человечества через грехопадение, он автоматически приобретал себе рабов, когда рождались люди на земле. Любой ребенок, родившийся после Адама с Евой, автоматически уже был рабом греха и фактически рабом дьявола. И по мере того, как умножался народ на земле, умножалось и количество рабов и дьяволов. Потому что человек вырастает и все-таки всегда почему-то принимает решение грешить. Всегда становится на путь грехопадения. Не потому что это осознанное желание грешить. Природа греховная командовала, диктовала условия. Человек переступал через свою совесть и делал беззаконие. И дьявол знал, что это его рабство, это его точнее армия рабов. И он что хотел, то и делал на этой земле. И поэтому зло умножалось на этой земле. До момента, пока не пришел на рынок труда некто со своей ценой, которую он знал точно, что это будет самая большая цена. И он сказал, я покупаю всех этих рабов у тебя. Он говорит, да ты не можешь только заплатить, это слишком дорого. Он говорит, я знаю, о чем я говорю. Цена будет не динарий, не доллар, не гривна, не иена, не любая валюта на земле не способна заплатить за души людей. Я плачу плачу своей кровью. Я пролью свою кровь и отдам свою жизнь, чтобы все эти люди стали свободными. Идеал говорит, нет, ты не сделаешь этого. И поэтому он делал все попытки, чтобы все-таки Иисус не пошел на смерть. Он искушал его. Он людей к нему посылал. То есть были такие страшные процессы, где у Иисуса была борьба. вот эти слова доминуют меня чаще себе. Возможно, это было не столько Божья мысль, сколько человеческая, навеянная дьяволом. А может, все-таки останешься живым? А может, все-таки не позволишь этим нечестицам распять тебя? А может быть, значит, он должен был умереть, потому что цена вопроса слишком высока. Это люди, миллиарды людей, которым Отец приготовил обители. На небесах есть обители. Иисус сказал, у Отца Моего обителей много. И, судя по описанию Небесного Иерусалима, там действительно много квартир. Всем хватит. Причем немалогабаритные, крупногабаритные. Аминь. И уже не надо будет тесниться на шести квадратных метрах втроем и говорит, подвинься. У Отца Моего обителей много, говорит Иисус. И кто-то посчитал, что в Небесном Иерусалиме обителей хватит на сто миллиардов людей. У каждого отдельная комната, улица из золота, река жизни, деревья вдоль реки жизни, приносящие свой плод во время свое, листья для исцеления народов. И думаешь, Боже, Он заранее приготовил так много этих обителей, чтобы всем хватило. И поэтому Иисус знал, что их нужно наполнить душами людей, которые не виновны, а обольщены, которые были вовлечены в рабство, затянуты в рабство греха, и которым незаслуженно будет предоставлен ад. Он понимал, что за это нужно заплатить, чтобы люди не пошли в ад. Нужно дать им шанс. Поэтому, зайдя на этот рынок рабов, Он сказал, я плачу за всех, и цена моя жизнь. Нет, нет, нет! Да, я отдаю свою жизнь. И чтобы ты не сомневался, я сделал это прямо сейчас. И прямо там, на рынке труда, на рынке рабов, точнее, Он позволил себя сковать, избить, изранить, распять и убить. Но в этот момент, с каждой каплей крови, люди получали свободу. Замки открывались, цепи разрывались. С каждой каплей крови, один за другим, люди начинали выходить с этого рынка рабского труда. Они начали выходить из тьмы во свет, выходя, поднимая руки к небесам, и радуясь этому чудесному шансу искупления, избавления. Кто-то за меня заплатил, чтобы я стал свободен. И этот кто-то есть Сын Божий, Иешуа, Мессия, Иисус Христос, который сегодня, вчера и вовеки тоже, который не просто заплатил цену, он выкупил все человечество, чтобы каждый верующий у него не погиб, но имел вечную жизнь. Халлалюя, дай Богу славу, Халлалюя, тетеристай, тетеристай, свершилось, я искуплен, я избавлен, я исцелен, давайте поднимемся и споем эту песню, свершилось, и я избавлен, я искуплен, из рабства, греха и смерти, Бог подарил мне вечную жизнь, Халлалюя, я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл, свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним, свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл, свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним, обезображен, измучен он был, прихвожден ко кресту Божий Сын, как велика сила Божьей любви, и как дорога цена искупления нашей души свершилось, свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл, свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним, свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл, свершилось, свершилось, на небесах буду вечная с ним, мой Бог живой, мой Бог живой, я его славлю, I мотор даю всю хвалу, мотор даю всю хвалу, мой Бог воскрес, я с ним воскрес, Сверши нас, и я исцелен, Сверши нас, я Богом прощен, Сверши нас, жизнь обрела новый смы, Сверши нас, сверши нас, На небеса буду верить. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу, Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, Всю вечность в нюх скоро иду. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу, Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, Всю вечность в нюх скоро иду. Мой Бог живой, Аллилуйя, Аллилуйя. Еще оставайтесь. Я хочу спросить, возможно, кто-то сегодня здесь еще не получил прощения грехов, по одной причине, маленькая причина, вы не попросили прощения у Бога. Возможно, вы знаете, что вы неправы перед Богом, перед людьми, грешили, жили как хотели, но все-таки внутри себя понимали, что будет суд, будет наказание. Я так жил, я так верил, я так думал, что будет момент, когда я буду отвечать за все свои грехи и преступления. И знаете, что мне Бог дал шанс не ждать судного дня? Он сказал, ты можешь это сделать сегодня. Это был такой важный для меня момент, когда я понимал, что Бог готов меня принять таким, какой я есть. Дать мне новое начало, дать мне шанс покаяния. Как хорошо, когда у человека есть шанс покаяния. Есть случаи, истории, когда люди впадали в кому, впадали в кому, но верующие люди приходили и молились, Боже, дай ему шанс покаяться, чтобы он не ушел в вечность в ад. Пожалуйста, если он еще не спасен и примирился с тобой, дай ему шанс. И молясь, они видели чудо, как человек приходил в себя, произносил молитву покаяния или соглашался, не умея говорить, он соглашался, моргая глазами, и через мгновение человек умирал. И думаешь, Боже, как дорога, в очах Господа душа человеческая. И как велика его милость, что он дает шансы. Но человеку верующему дал Бог миссию сказать эту благую весть. Дать людям возможность примириться с Богом. Поэтому, если вы есть на этом месте и хотите примириться с Богом сегодня, не ждите завтра сегодня, поднимите свою руку, чтобы я вас видел. И мы за вас помолимся. Поднимите свою руку. Я вижу вас, вижу вас. Не стесняйтесь. Еще, пожалуйста. Не стесняйтесь. Шанс дает Бог. Я не Бог, чтобы распоряжаться вашей судьбой. Но есть Бог, который дает вам шанс. Не спорьте, пожалуйста, никого не заставляйте. У каждого есть свой выбор. Свободу. Но я связываю всякого демона и беса на этом месте, который блокирует желание людей каяться. Во имя Иисуса Христа. И пусть придет по-настоящему желание примириться с Богом. Мы не можем с вами предугадывать, предсказывать то, чего мы не знаем. Я могу лишь одно сказать. Я читаю Библию. И в Библии я вижу, что если человек не примирится с Богом, его вечность он может провести в аду. И это не заслужено. Это не потому, что Бог злой. Что человек самый плохой. А потому, что есть правила, установленные Богом. Без покаяния прощения не бывает. Без пролития крови прощения не бывает. Но Иисус пролил свою кровь. Он дал свою жизнь за нас. Чтобы нам сегодня нужно было сделать лишь один шаг к Богу. Один. Слова, Господи, прости меня. Это все, что нужно сделать человеку. Бог не заставляет людей с жестокостью делать какие-то великие подвиги ради спасения души. Какую-то великую цену платить. Для того, чтобы получить прощение грехов. Он сказал, все заплачено, свершилось. Тетя, листай. Теперь ваше очередь сказать, прости меня, Господи. Давайте мы все закроем свои глаза. Чтобы никто никого не смущал. Скажите со мной эти слова. Дорогой Небесный Отец. Я прошу Тебя. Прости меня. За все мои грехи. Я верю в Твоего Сына. Иисуса Христа. Что Он умер на кресте. За мои грехи. И воскрес из мертвых. На третий день. Для моего оправдания. Прости меня, Господи. Очисть мое сердце и душу. Освободи меня. От всякого рабства, греха и смерти. Я отдаю свою жизнь Тебе. И с этого момента. Ты мой Бог. А я Твое дитя. Навсегда. Во имя Иисуса Христа. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Свершилось. Аллалуя. И давай еще споем. Свершилось. Свершилось. И я исцелен. Свершилось. Я Богом прощен. Свершилось. Жизнь обрела новый смысл. Свершилось. 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 На небесах буду вечная с ним. На небесах буду вечная с ним. На небесах буду вечная с ним. Аллилуйя! Все думают, что наши предки – это обезьяны. А люди верят. Люди верят в суеверие, в традиции, в теорию эволюции, в что угодно верят. А это все работа дьявола, чтобы люди не покаялись и не спаслись. Но радость в том, что имея уже сейчас сознание своего прощения, усыновления, примирения с Богом, мы можем принести эту радостную весть тем, кто еще не спасен. Я верю, что Бог дал нам шанс, чтобы наша миссия была выполнена. Если кто-то из вас спрашивает, почему я до сих пор жив, а в прошлом году вы просили, Господи, забери меня, я хочу вам подсказать, открыть вам тайну. Вы еще нужны Господу. Дай Богу славу. Миссия должна быть выполнена. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok